запустилась прекрасно тогда давайте я здесь отключаю и возвращаемся к нашей задачи и так мы с вами уже доказали следующее мы с вами вычислили что скорость движения тела падающего на планету к был окруженную атмосферой имеет вид некоторой константы мы ее назвали c 1 римская е в степени минус к как это коэффициент трения воздух на т минус терминальная скорость обозначим ее буквой v с индексом бесконечности на этом шаге удобно и хорошо и правильно было бы задать вопрос а какой физический смысл имеет эта самая константа c 1 по логике вещей она должна быть пропорционально она должна иметь размерность скорости можно ли установить чему она точно равна конечно нам нужно просто подставить начальное условие если дано начальное условие что игрек штрих в начальный момент времени равно какому-то в нулевому то тогда значит это означает что в нулевое будет равно c 1 на вот эту вот экспоненту показателем у нас будет нолик потому что т равно 0 минус в бесконечно то есть терминальная скорость е в степени ноль как вы понимаете это просто 1 это означает что в ноль равно вот этой нашей константе минус в бесконечно чему же равна наша константа о она оказывается равна сумме в нулевое плюс терминальная скорость скорость начальная плюс скорость терминальная значит наша скорость то есть функция y штрих имеет вид в нулевое плюс в терминальная на е в степени минус кт минус в терминальная так вопросы окей ну пока вы пишете значит смотрите очень интересное на самом деле у нас возникает картинка оказывается скорости начальной и терминальной они переплетены друг с другом в исходном результате что скорость она будет зависеть и от того и от другого вот таким вот любопытным образом ну и понятно что когда т равно нулю экспонента превращается в единичку и у нас в бесконечные сокращаются будет просто в ноль а когда т стремится к бесконечности или по крайней мере для очень-очень больших на очень-очень больших временах если вы падаете с очень высокой высоты то у вас первое слагаемое обращается в ноль и скорость стремится к терминальной скорости направленной вниз поэтому знак минус конечно это еще не конец нашей истории потому что мы пока нашли только первую производную от нашей функции y а нас интересует еще и координата то есть сама по себе игрек и то как она зависит от времени чтобы ее найти нам все что нам нужно сделать это просто посмотреть на это выражение сказать а позвольте но ведь игрек игрек будет просто интегралом от правой части по времени интегралом который будет равен ну во первых интеграл вот от первого слагаемого в ноль его бесконечности это константы к тоже константа значит это будет равно минус единица деленная на к в начальная плюс в терминальная на е в степени минус к т интеграл от минус в терминальная это будет просто минус в терминальная на т плюс еще одна константа давайте ее назовем c2 римская это вторая константа интегрирует вот так выглядит функция игрек ну и естественно хотелось бы понять чему равна вторая константа c2 давайте подставим в нее теперь начальное условие подставим начальное условие на саму функцию мы знаем с какой высоты мы кидаем наш шарик или мячик или агента 0 0 7 мы знаем что когда т было равно нулю в ноль секунд ноль минут нулевого часа игрек имело значение игрек нулевое если мы теперь это подставим в наше выражение то получится что игрек нулевое равно минус один делить на к в нулевое плюс в терминальная умноженное на е в нулевой степени то есть просто на единичку минус в бесконечность ну давайте так е в нулевой минус в терминальная на нолик и это все равно нулю плюс c2 ну понятно что вот это исчезает вот это будет равно просто единичке и значит c2 будет равно игрек нулевому плюс один делить на к в нулевое плюс в терминальное подытожив все и подставив это значение константы в наше решение мы получаем окончательный ответ смотрите как он симпатично и не одно не 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 скажем так не тривиально выглядит значит у нас будет игрек которая оказывается равным минус один делить на к начальная скорость сложенность терминальной на е в степени минус кт минус терминальная скорость умноженная на t плюс один делить на к в ноль плюс в бесконечное плюс у нулевое кстати обратите внимание если хотите вы можете объединить вместе подобные слагаемые вот это и вот это они очень похожи за одним исключением у первого слагаемого есть множитель е в степени минус кт а второе у второго нет значит тогда у если мы их объединим вместе вот чему он будет равен значит он будет равен у нулевому плюс один делить на к в нулевое плюс в бесконечное умноженное на один минус е в степени минус кт минус в терминальное на время и вот это друзья мои и есть окончательный ответ и окончательная формула для расчета движения любого сферически симметричного тела двигающегося медленнее скорости звука на достаточно малых высотах условно менее двух километров с начальной скоростью в нулевое с начальной координатой у нулевое еще раз напомню что терминальная скорость равна g деленное на к и в нашем случае составляет примерно 98 метров в секунду опросы нет вопросов прекрасно тогда вам небольшое домашнее задание проверьте пожалуйста как изменится время падения агента 007 с высоты одного километра тысячи метров если мы учтем трение о воздух то есть рассмотрите что произойдет если мы возьмем в качестве y нулевого тысячу метров вместо v нулевого 0 метров в секунду без начальной скорости ну и соответственно k у нас равно 0.1 сколько времени потратит Джеймс Бонд ну в предположении что он имеет сферическую форму при падении из самолета с высоты одного километра проверьте насколько сильно увеличится время его падения по сравнению с нами выведенной формулой ранее в безвоздушном пространстве он тратил 203 секунды а сколько он потратит сейчас проверьте ну и еще по заявкам трудящихся давайте теперь рассмотрим еще один примерчик на вот этот тип уравнения примерчик которым у нас будут возникать уравнение первого типа допускающее понижение порядка ну я предлагаю взять какое-нибудь уравнение которое сводится к уже известному нам и хорошо знакомому классу например вот такой рассмотрим примерчик найдем общее решение вот такого уравнения x y 3 штриха плюс y 2 штриха плюс x в кубе равно нулю задача найти общее решение если мы друзья мои запишем левую часть как некоторую функцию от нескольких аргументов то что будет входить в состав этих аргументов от чего от каких переменных явным образом будет зависеть левая часть нашего уравнения давайте их перечислим совершенно верно заметьте чего нету от чего нет явной зависимости от y и от y штрих значит это в чистом виде уравнение допускающее понижение порядка первого рода на этом шаге все согласны все все понимают что это уравнение первого типа первого рода да все понимают хорошо чудесно тогда давайте попытаемся найти решение этого уравнения чтобы это сделать что мы должны вывести на первом шаге что мы должны сделать раз то уравнение первого типа первого рода так и связать ее как совершенно верно давайте предположим что у нас есть новая переменная p связанная с y два штриха при этом предполагаем что p это функция p от x я это специально записываю потому что когда мы перейдем к уравнениям второго типа на следующей лекции зависимость будет уже немного другой поэтому я специально подчеркиваю что p это функция от x вот в этом случае итак если p равно y два штриха значит y три штриха который у нас ходит состав уравнения будет равно чему p штрих p штрих прекрасно так значит подставим это в наше уравнение подставим это в уравнение уравнение теперь примет следующий вид давайте продиктуйте какое уравнение мы получим после замены xp штрих плюс p плюс x кубер совершенно верно теперь друзья вопрос что это за уравнение помимо того что это уравнение первого типа то есть мы понизили порядок нашего уравнения на две единицы оно было третьим порядком стало первым а что это за получившееся уравнение мы с ним знакомы мы знаем как его классифицировать что это за уравнение кто видит пока никто ну тогда давайте смотреть сейчас мы его немного преобразуем и вы сразу же увидите что это за уравнение давайте для начала перенесем x куб направо перепишем это как xp штрих плюс p равно минус x кубер и избавимся от коэффициента при p штрих то есть разделим обе части на x значит у нас будет p штрих плюс 1 делить на xp равно минус x квадрат вот такое уравнение вы узнаете в таком виде записанное линейное уравнение и без Hue Линейное неоднородное. Не бернули, ну то есть, если, конечно, не считать, бернули первой степени. Да, бернули первой степени, это линейное неоднородное уравнение. Вот это оно и есть. Это в чистом виде линейное неоднородное уравнение первого порядка. Помните, как оно выглядело? y' плюс какая-то функция p большая от x на y, равно какая-то другая функция q большая от x. Это в чистом виде наша функция. Кстати, не путайте, это p большое с нашим p маленьким. p маленькая это наша переменная, p большое это вот этот коэффициент. Значит, его можно решать двумя способами. Либо при помощи метода Лагранжа, либо при помощи метода Бернолли. Каким хотите образом его решить? Кстати, есть еще метод интегрирования при помощи интегрирующего множителя, но, я думаю, вы не захотите им решать. Ну, какой метод вы хотите использовать? Бернолли? Бернолли? Ну, давайте Бернолли, хорошо. Значит, второй шаг по методу Бернолли. Да, кстати, здесь у нас делают небольшое замечание, правильное, про то, что на самом деле наше уравнение можно решить чуть более простым способом. Это правильное замечание. Я ждал, что кто-нибудь это заметит. Давайте сначала решим наше уравнение вот таким методом, а потом я скажу пару слов о том, как его еще можно было иным способом решить. Так. Ну, давайте, значит, сначала воспользуемся известным нам методом. Методом Бернолли. Мы с вами знаем, что при методе Бернолли нам нужно ввести две переменные. У и В. При этом У это функция от Х будет, и В это функция тоже, зависящая от Х. Значит, тогда уравнение приобретает вид У штрих на В плюс У на В штрих плюс 1 делить на Х У на В равно минус Х квадрат. Если мы далее объединим вместе второе и третье слагаемые, то тогда можно будет вынести общий множитель У. И мы можем ввести одно дополнительное правило. Мы можем наложить условия на функцию В. Такое, чтобы обнулилась вот эта скобка. Пусть В штрих плюс 1 на ХВ равно нулю. Тогда наше уравнение исходное. После того, как обнулиться вся эта скобка, превратится в уравнение просто У штрих на В равно минус Х квадрат. И нам, следовательно, все наше уравнение сводится для нас к уравнению, к системе из двух уравнений вот таких. То есть назовем это, скажем, единичка, а это двоечка. Решим первое из этих уравнений. Очевидно, что В штрих плюс 1 на ХВ равно нулю. Означает, что ДВ по ДХ равно минус В деленное на Х. Это означает, что разделив переменные, ДВ на В будет равно минус ДХ на Х. Интегрируем. Натуральный логарифм модуля В равен минус натуральный логарифм модуля Х плюс натуральный логарифм константы. Значит, модуль В будет равен чему? С деленное на модуль Х. С деленное на модуль Х. Снимая модули, мы получаем, что В равен плюс минус С на модуль Х. И вот эту константу можно переобозначить. Давайте обозначим какой-нибудь... А, впрочем, нет. Давайте не будем обозначить ее никакой буквой. А давайте просто ее примем за какую-то константу уже на этом шаге. Давайте ее примем за единичку. Так как мы можем сами наложить условия на то, чему эта константа должна быть равна. Окей? То есть тогда у нас... Ой, эти модули уже не нужны. Просто это будет плюс минус С на Х. Лишних модулей понаписал. Итак. В равно единице делить на Х. Напоминаю еще раз. На этом шаге я воспользовался тем фактом, что мы сами выбираем не только уравнение, которому удовлетворяет В, но и условию, начальному условию, которому должно подчиняться В. То есть мы можем сами выбрать значение константа. Так. Пока нет вопросов? Хорошо. Тогда четвертое. Подставим вот это получившееся выражение 3. В 2. Значит, у нас уравнение 2 имело вид у штрих В равно минус Х квадрат. Теперь заменяем В на единицу деленную на Х. И оказывается, что у штрих В равно минус Х квадрат. Значит, чему же равно У? Без производной. Минус Х четвертый делить на 4. Совершенно верно. Минус Х четвертый делить на 4 плюс константа. Вот теперь константу мы не можем опустить. И давайте дадим ей еще индекс. Потому что это будет первая из трех констант. Напоминаю, наше исходное уравнение было уравнением третьего порядка. Значит, констант будет 3. Итак. У равно минус Х четвертый делить на 4 плюс С1. Объединим это вместе. Объединим У и В. И придем к выводу, что функция П от Х имела вид У, умноженного на В. То есть, единица, умноженная на Х. С1 минус Х четвертый на 4. Значит, П равно С1 делить на Х минус Х кубе на 4. Первый промежуточный результат. Наша вспомогательная функция, оказывается, имеет вот такой вот вид. Вопросы? Нет, у вас. Хорошо. На самом деле, как было замечено правильно в Твитче, существовал обходный способ решения этого уравнения. Хотите, я про него пару слов скажу? Да, давайте. Давайте. Тогда сделаем это как небольшое замечание. Уравнение Х П штрих плюс П плюс Х кубе равно нулю можно было решить и более простым способом. Не сводя его к линейному неоднородному уравнению. Смотрите как. Его можно переписать иным способом. Идея здесь заключается вот в чем. Представьте себе, что у вас есть произведение двух множителей. Х и функции П, завидающие от Х. Что произойдет, если вы возьмете от него производную, от этого произведения? По правилу взятие производной от произведения. Что вы получите? Получается П плюс П штрих Х. Получается П плюс П штрих Х. Ну посмотрите. Это же ровно то, что у нас было в качестве первых двух слагаемых нашего уравнения. Правда? Правда, правда. Значит, мы можем переписать все наше уравнение просто как Х умножить на П штрих плюс Х кубе равно нулю. Согласны? Да, запросто. Тогда Х на П штрих будет равен минус Х кубе. И мы можем проинтегрировать наше выражение. Х умножить на П будет тогда равно минус интеграл Х кубе по ДХ. То есть, минус Х четвертой на 4. И значит, плюс константа, разумеется, С1. И значит, тогда П будет равно минус Х кубе на 4 плюс С1 деленное на Х. Как вам это нравится? Да, так много легче. Конечно. Это небольшое замечание, которое показывает, что в целом ряде уравнений можно очень сильно облегчить себе жизнь в процессе их решения, если обратить особое внимание на структуру этого уравнения. И заметить, что часть этих слагаемых на самом деле можно свернуть в полную производную. Такое небольшое замечание. Специально для этого подобрал вот такой вид уравнений. Не всегда это можно сделать, к сожалению, но в данном случае это очень сильно экономит время. Это работает. Ну что, давайте теперь вернемся к нашей задаче. Теперь мы двумя способами получили нашу функцию П. Что дальше мы должны сделать? Ну, напоминаю, у нас исходное уравнение-то писалось в рамках какой переменной? Разве П? Что у нас было неизвестной функции в исходе? Что вернемся к у? Правильно, нам нужно вернуться к у. Вернемся к старой переменной. К старой неизвестной. Старой неизвестной. Это звучит как строчка из какой-то уголовной хроники. Старая неизвестная. На данном случае старая неизвестная это Y. И мы с вами знаем, что как связаны П и Y. Как они там у нас были связаны. У нас Y два штриха было равно П. П равно И. Значит, вторая производная от нашей неизвестной функции. Вторая, заметьте. Мы начинали с третьей производной уравнений. Теперь мы уменьшили нашу задачу. Свели ее к задаче на вторую производную. Это уже прогресс. Она равна вот этому выражению. С1 делить на х минус х кубе делить на 4. Ну и понятно, что это в чистом виде. Уравнение вида. Y два штриха равно F от X. Такое уравнение мы решать умеем. Мы, собственно, сегодня с этого уравнения и начинали. Когда обсуждали задачу о падении тел на поверхность планеты без атмосферы. Мы должны начать с отщепления первой производной. Отщепим одну производную. Отщепим одну производную. Перепишем Y два штриха, иными словами, как производную D по DX от Y штрих. Тогда у нас Y штрих будет равен интегралу C1 на X минус X кубе на 4 по DX. И это равно, ну понятно, C1 на натуральный логарифм модуля X минус X. В какой степени будет? Деленная на 16, правда? Плюс константа интегрирования, которой мы дадим другой номер. Индекс C2. Заметьте, теперь у нас появляются две константы. C1 и C2. Вопросы на этом шаге? Прекрасно. Нам остается теперь найти просто Y. Мы знаем, что Y штрих равно вот этой функции. Значит, Y будет интегралом от этой функции. Давайте ее, эту функцию, найдем. Найдем Y. Y будет, как я уже сказал, интегралом от вот этой вот комбинации функций. C1 на натуральный логарифм модуль X по DX минус интеграл. Я разобью на два интеграла. X четвертой на 16. Давайте так. Плюс минус X четвертой на 16 плюс C2 по DX. И теперь нам с вами понятно, что вот эти два интеграла очень простые. Первый интеграл от X четвертой на 16 даст нам минус X в пятой на 5 умножить на 16. Плюс C2 умноженное на X. А вот что нам делать вот с этим интегралом? C1 интеграл натуральный логарифм модуля X DX. Как его считать? Так. Продолжение следует... По частям. Хорошая мысль. Давайте это посчитаем по отдельности. Интеграл от натурального логарифма модуль x dx. Давайте выберем в качестве u натуральный логарифм, потому что производная натурального логарифма хорошо считается. В качестве dv выберем dx. Тогда du будет равно 1 на x dx, а v будет равно просто x. Соответственно, наш интеграл превращается в произведение u на v минус интеграл v du. То есть, x умноженный на логарифм модуля x минус интеграл x деленный на x dx. x деленный на x, разумеется, это единичка. То есть, это будет равно x на натуральный логарифм модуля x минус просто x. Правильно? Да, ну и плюс еще константа c3. Константа интегрирования. Значит, в результате мы получаем следующую картинку. y, давайте так запишем, y равен минус x в пятой. 5 на 16 это у нас 80. плюс c2x плюс c1 в скобочках логарифм модуля x минус 1 умножить на x. Я вынес x за скобочки. Здесь x логарифм x минус x. x можно вынести. Плюс третья константа c3. c2, c1, c3. Вот это, друзья мои, и есть наш ответ. Вопросы? Кстати, небольшое замечание. Обратите внимание, что формально, но на самом деле не формально, а мы можем взять и вот эту скобочку на самом деле раскрыть. У нас будут два слагаемых подобных. c2x минус c1x. Правда? Вот это слагаемое и вот это слагаемое. Правда? Да, наверное, мы можем переопределить константу. Совершенно верно. Мы можем написать это как c, ну, например, какое? c0 умноженное на просто x. И тогда наше уравнение перепишется в чуть более красивом виде. Значит, смотрите, оно получится следующим. Давайте начнем с логарифма. У нас будет c1 логарифм модуля x. Дальше. У нас будет слагаемое с пятой степенью минус x в пятой делить на 80. Дальше у нас будет вот это слагаемое с нулевое умноженное на x. И, наконец, просто постоянное слагаемое c третье. Вот это альтернативный способ записи нашего ответа. Чуть более простой. Ньюс. Вопросы? Я напрасываю. Чудесно. Тогда, значит, я не знаю, давать вам домашнее задание или все-таки дождаться хотя бы второго типа уравнений, чтобы дать вам уже задачи обоих типов, чтобы у вас еще была возможность подумать, какая к какому типу относится. Вот это альтернативный способ. Так, ну раз в молчании, я так понимаю, никто не хотел бы домашнего задания. Ну ладно, давайте так все-таки дать вам какое-нибудь домашнее задание или все-таки домашнее задание дадим на следующей лекции, когда мы уже побольше типов изучим. Да я думаю, ничего сложного нету, поэтому можно не давать. Ну хорошо, ладно. Значит, тогда вы хотели продолжить дальше разговор о теории рядов. Все, наверное, лучше за несколько типов. Хорошо, я тоже согласен. Давайте тогда пока немного отдохните. А мы с вами поговорим теперь о второй части темы, начатой еще на прошлой неделе. То есть о теории рядов. Сразу же, давайте, друзья, вспомним, что мы уже узнали о теории рядов. Вот кто что помнит о теории рядов? Что самое главное вы помните о рядах? Что мы доказали на прошлой лекции? Как можно проверять сходимость или расходимость ряда? При помощи чего? Интегральный признак сходимости ряда мы изучили. Да, совершенно верно. Давайте с него и начнем. Мы с вами помним, я даже могу вам нашу запись показать. Вот она у нас с предыдущей лекции. Вот как выглядит наш интегральный признак сходимости ряда. Что ряд числовой, положительный. Мы с вами поговорим и про знак очередующийся тоже, я надеюсь, сегодня. Где ряд состоит из вот таких вот слагаемых. Где nt слагаемые мы пишем как a с индексом n. Вот он будет сходиться тогда и только, когда будет сходиться вот этот интеграл. Тогда и только тогда означает, что если интеграл расходится, то и ряд расходится. Если интеграл сходится, то и ряд сходится. Мы с вами даже рассмотрели два примерчика. Один мы успели записать на твич, а второй мы разобрали сами. Значит, примеры у нас были. Значит, первый пример. Это ряд. Один делить на n, где n идет от единицы до бесконечности. Кстати, я забыл сказать, что этот ряд имеет название. Знаете, как он называется? Он называется гармоническим рядом. Гармонический ряд. И мы с вами показали, что этот ряд какой? Сходящийся или расходящийся? Расходящийся. Также мы с вами обсудили. Вот, к сожалению, на твич это не попало, потому что у меня разрядилась батарейка. Такой модифицированный гармонический ряд с квадратами. Он, собственно, не имеет названия типа гармонического. Просто ряд единиц делить на n квадрат. И мы с вами доказали, что этот ряд какой? Сходящийся или расходящийся? Он сходящийся. Он сходится. Совершенно верно. Это легко проверить, просто взяв интеграл от единицы делить на x квадрат по dx от единицы до бесконечности. Так как это будет равно минус 1 делить на x до бесконечности, то это равно верхний предел дает 0, а нижний дает просто единичку. Число оказывается меньше бесконечности, интеграл сходится, значит и ряд сходится. Да, и еще мы с вами показали, что ряд, который возник впервые в трудах Зенона Элейского, знаменитого досократического философа в Древней Греции, что ряд вида Q умножить на P в степени n сходится. Да, кстати, этот ряд тоже имеет название, я забыл тоже его сказать. Он подобно гармоническому ряду называется геометрическим. Это геометрический ряд. Этот ряд сходится только когда коэффициент P лежит в области от 0 до 1. Не включительно. Вот три ряда мы с вами рассмотрели. Возникает вопрос. А есть ли какой-нибудь способ посмотреть просто на ряд и, может быть, сразу же увидеть, что он будет, например, расходящимся? Оказывается, интегральный признак позволяет целый ряд, извините за тавтологию, рядов выкинуть сразу. Сразу же сказать, что они расходятся. А именно, это ряды предел n-того элемента, которого не стремится к нулю. Давайте в качестве объяснения, почему это так и как это работает. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Пусть это будет... Значит, это был первый шаг. Мы вспомнили про три ряда, о которых мы говорили в прошлый раз. Теперь второй шаг. Давайте рассмотрим вот такую ситуацию. Рассмотрим ряд, числовой и положительный, от единицы до бесконечности, а, n-того, где предел, при n, стремящемся к бесконечности, от а, n-того, не равен нулю. Вопрос. Как вы думаете, будет ли такой ряд сходиться? Если n-тый элемент нашего ряда не стремится к нулю, при очень больших n. Если он будет стремиться, например, к какому-то любому другому значению. Ну, с одной стороны, если он стремится к бесконечности, то сразу очевидно, что ряд будет расходиться. Правда? Понятно это почему? Ну, понятно, почему, конечно, если вы будете складывать слагаемые, при этом эти слагаемые все будут больше, расти и расти, и стремиться к бесконечности, то сумма будет бесконечной. Но, а что если этот a, n в пределе не равен бесконечности, но стремится к какому-нибудь конечному числу? Ну, вот, например, на графике, давайте это проиллюстрируем. Пусть у нас есть ось, ox, oy, и пусть у нас имеется вот такая вот кривая. У нее есть асимптота, она стремится к конечному числу, не бесконечному, а конечному. Но это число не равно нулю. Это a бесконечное. И элементы нашего ряда это точечки, соответственно, на этой кривой. Очевидно, что предел при n стремящихся к бесконечности от a, n равен a бесконечности. Вот на этом графике. Вопрос. Как вы думаете, будет ли ряд, составленный из вот таких a, n, сумма вот этих вот точечек, конечной или она будет бесконечной? Ну, вот так вот. Ну, есть какие-нибудь предположения, друзья? Или вы думаете, что может быть и так, и так, в зависимости от того, как быстро наш ряд стремится к этой асимптоте? Или может быть более вероятен тот случай, что ряд будет расходящимся? Или наоборот, все ряды такого типа будут расходящимися? Как вы думаете? Наверное, если вы не висите тот, то, наверное, расходящийся? Правильно. Число придет. Да. Этот ряд будет расходящимся. Всегда. И это очень легко понять. Смотрите. Мы с вами знаем, что сходимость и расходимость ряда определяется поведением интеграла от вот этой кривой. То есть... А что такое интеграл от этой кривой? Это площадь. Это площадь, лежащая между кривой и осью ОХ по определению. С другой стороны, давайте посмотрим внимательно на то, с какой площадью мы сейчас сталкиваемся. Эта площадь на самом деле может быть разбита на две части. На С1 и С2. То есть весь интеграл от единицы до бесконечности от А от Х до Х может быть на самом деле разбит на сумму двух слагаемых. С1 и С2. Что такое С1? С1 это площадь под кривой, лежащая между кривой и, собственно, значением А бесконечная. Эта площадь может быть как конечной, так и бесконечной. Опять же, это зависит от того, как быстро ваша кривая стремится к своей асимптоте. Мы это видели на примере вот двух рядов. Один на n и один на n квадрат. Они стремились к нулю, но один стремился быстрее другого. Поэтому один расходился, а второй расходился. Здесь, может, такая же ситуация. Но нас интересует второе слагаемое. С2. Что такое С2? С2 это площадь прямоугольника. Высотой какой? Чему равна высота этого прямоугольника? Просто видно на графике. А с 1 на бесконечность. Совершенно верно. А шириной? Какая у него ширина? Она отсчитывается, очевидно, отсюда. Ну или если мы считаем от нуля, то отсюда. Докуда? Длина стороны этого прямоугольника какая? Бесконечность. Конечно. Она бесконечно большая. Поскольку а нулевое, а бесконечное, прошу прощения, больше нуля, то тогда произведение высоты на ширину чему будет равно? Бесконечности. Именно. Какой же вывод мы делаем? Раз хотя бы одно из слагаемых бесконечно, то и все сумма этих двух слагаемых тоже будет бесконечно. А значит наш интеграл будет каким? Сходящимся или расходящимся? Расходящимся. Правильно. А это означает, что по интегральному признаку... По интегральному признаку расходящимся будет и весь ряд. По интегральному признаку и ряд будет расходиться. И мы с вами, друзья, только что сформулировали очень важную теорему. Или, если угодно, это можно назвать не теоремой, а признаком. Необходимым признаком сходимости ряда. Он так и называется. Необходимый признак сходимости. Подчеркиваю, именно сходимости ряда. Необходимый признак, которым должны обладать все ряды, чтобы сходиться. Для того, чтобы они сходились. Признак сходимости знака постоянного ряда. Ряд. Ну, собственно, признак очень простой. Предел. Если предел при Н, стремящемся к бесконечности, от АН, равен бесконечности, то ряд расходится. То есть, или иными словами, если перевернуть это утверждение, все сходящиеся ряды, все сходящиеся ряды должны удовлетворять или просто удовлетворяют условию. Предел при Н, стремящемся к бесконечности, от АН, меньше бесконечности. Поэтому он называется необходимым признаком сходимости. Вопросы? Хорошо, давайте в качестве примера, чтобы проиллюстрировать этот пример на конкретной задаче. Давайте рассмотрим вот такой вот ряд. Пусть у нас имеется ряд вида, сумма, от единицы до бесконечности. В дробь, в числителе у нас будет Н квадрат минус 2Н плюс 1, а в знаменателе Н, давайте так, Н квадрат плюс Н плюс 1. Н квадрат плюс Н плюс 1. Вопрос. Будет ли этот ряд сходиться или нет? Давайте проверим, удовлетворяет ли этот ряд необходимому признаку сходимости. Проверим ряд на удовлетворение необходимому признаку. То есть давайте посчитаем, чему равен предел при Н, стремящемся к бесконечности от Н-тово элемента нашего ряда. Друзья мои, кто помнит, как считать предел от отношения двух многочленов, если Н стремится к бесконечности? Что нужно сделать? Какой самый простой способ вычислить этот предел? Ну, в числителе сделать то же самое, что и в знаменателе, наверное. То есть? Что вы имеете в виду? Чтобы разделить на знаменатель? Ну, в начале с темы вычислить. Можно. В принципе... В принципе, да, это один из... Что делать? Показатели к представшей степени посмотреть. Так, правильно. Вот это хорошая мысль. То есть, иными словами, сделать то, что математики называют выделением главного вклада. В числителе и в знаменателе. Действительно. Вот давайте посмотрим, например, на числитель. Какой из этих трех слагаемых, Н квадрат, минус 2Н, или единичка, является главным вкладом при очень больших Н? Иными словами, при очень больших Н, при Н, уходящих там за миллион, Н равное миллион десять, Н равное десять миллиардов и так далее. Какой из этих слагаемых будет доминировать? Н в квадрате. Н в квадрате. И в знаменателе тоже, правда? Это означает, что при очень больших Н мы можем заменить всю эту дробь просто на отношение главных вкладов. Н квадрат на Н квадрат. Правильно, согласны? Н квадрат на Н квадрат, это, конечно, единичка. То есть это просто единица. Предел от единицы всегда будет равен единице. Единица – это не ноль. Какой вывод мы делаем? Будет ли этот ряд сходящимся или расходящимся? Сходящимся. Почему? Ещё раз, смотрите. Мы посмотрели, к чему стремится НТ, слагаемое нашего ряда. Оно стремится и вовсе не к нулю. Оно асимптотически стремится к единице. Ой, слушайте, друзья. Только сейчас понял, что я вам в необходимом признаке-то не то число задал. Смотрите, предел... О, Господи, в чём-то я думал. Прошу прощения. Давайте вернёмся ещё раз к необходимому признаку. Чё-то я написал такое. Необходимый признак сходимости знака постоянного ряда вовсе не в том, что если предел при АН равен бесконечности. Нет. Если АН равен любому конечному числу, кроме нуля, то ряд будет расходящимся. Я вам пытался это объяснить, и вроде бы объяснил, и сам же написал чёрт знает что. Нет. Любому конечному числу, большему нуля, если он равен, то тогда наш ряд будет расходиться. Для любого числа, если предел нашего ряда стремится к числу, даже сколь угодно близкому к нулю, но не равному нулю, то ряд будет расходящимся. А все сходящиеся ряды удовлетворяют условию тому, что предел при АН стремящемся, при Н стремящемся бесконечности равен нулю. Теперь неудивительно, что вы затрудняетесь ответить. Это я чё-то, чёрт знает о чём думал. Наоборот, я же только что вам доказал, вот как раз на графике, что если у нас в пределе АН не равен нулю, то ряд обязательно будет расходяться, потому что будет расходиться интеграл. А вот чтобы ряд сходился, значит, необходимому с признаком, необходимым условием будет как раз равенство нулю бесконечно большого, ну, не бесконечно большого, а АН-тово при очень больших Н. Во! Фу! Так, друзья, вопросы по необходимому признаку? Поправьте, пожалуйста. Чёрт, я даже не знаю, что это я написал бесконечности. Я сейчас сам не понимаю, зачем я бесконечности написал. То есть, понятно, что если предел равен бесконечности, то ряд будет расходиться, но это как раз неинтересно. Интересно то, что даже любое другое число, даже конечное, всё равно ведёт к проблемам. И, соответственно, по нашему алгоритму, давайте теперь вернёмся обратно к нашему ряду, мы видим, что предел равен единице. Это небольшое число, но его достаточно для того, чтобы заключить, что наш ряд какой? Сходящийся или расходящийся? Расходящийся. Расходящийся. Во! Фух! Расходящийся ряд. Во! Так, я сразу же должен подчеркнуть. Признак сходимости называется необходимым, потому что, очевидно, его недостаточно, для того, чтобы гарантировать, что ряд будет сходиться. В качестве примера, опять же, вспомним гармонический ряд. Единица делить на n. Легко показать, что при n стремящийся к бесконечности, 1 делить на n стремится к нулю, но мы знаем, что этого недостаточно, что ряд все равно будет расходиться. Тем не менее, если вы знаете, что предел не равен нулю, то вы автоматически знаете, что ряд будет расходиться. То есть, у вас есть критерии проверки того, что ряд будет расходиться, но этого критерия недостаточно для того, чтобы проверить, что ряд будет сходиться. Он может сходиться или нет. Если АН в пределе равен нулю А вот если не равен нулю То ряд обязательно будет расходиться Ну что, вопросы По необходимому признаку сходимости Есть какие-нибудь? Прошу прощения, у нас сейчас уже другая пара начинается Ой, пардон Да, все, тогда, друзья Давайте на этом мы заканчиваем Сегодня Это не конец теории рядов Естественно, даже это только самое начало Нас ожидает еще много интересных вещей Но на этом шаге Мы с вами заканчиваем Если есть какие-нибудь вопросы Давайте здесь я отключу твич Друзья, если есть какие-нибудь вопросы Давайте сейчас задавайте Если нет, то все, я вас отпускаю И прошу прощения опять А мы с вами За отведенное нам время Вы вырвались Нет, все, друзья Всего доброго До следующей недели До свидания Пока Всем пока Пока Извините, у меня есть вопрос Угу Я с вами общался несколько занятий назад Мне сказали посмотреть видео Чтобы я потом вам написал самостоятельно Да, 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 да В общем-то я готов Ага, то есть вам открыть У нас один тест Да, да, хорошо Давайте я тогда вам Когда вам его открыть Завтра или когда Когда вы будете уже точно готовы Потратить там сколько у нас Одну пару Девяносто минут Можно сегодня вечером Сегодня вечером, да Ну хорошо Со скольки Начиная Начиная Хорошо Давайте тогда я вам поставлю Возможность Сдать тест Сегодня с шести Еще раз Там будет Три задачи Соответственно Будет у вас Девяносто минут На то, что все три решить В одной задаче Надо будет решить Найти Частное решение И посчитать Чему это частное решение Равно в конкретной точке Ну, например Вы находите Решение Там, скажем Оно имеет вид Ну, например У равно Х плюс С Ну, для простоты И вы подставляете Начальное условие Находите Чему равно С Например С равно Минус один То есть У равно Х минус один Это ваше частное решение Окей И вам нужно посчитать Чему равно Значение Этого решения В точке Ну, например Ноль Соответственно Вы подставляете Вместо Х Ноль Ответ будет Минус один Правильно Вот Ну, и вы пишите Это в ответе Это будет В одной задаче Две другие задачи Вам нужно найти Общее решение И просто Выбрать правильное В предложенном варианте Там будет Как-то Множественный ответ Окей Окей В общем, договорились Значит, сегодня С шести часов Вам ставить Там Отлично Отлично Договорились Тогда я вам поставлю И, соответственно Вам Сегодня вы точно Точно вы можете Да, вам нужно В LMS Зайти А вы В LMS Записаны Кстати Вам приходило Так Это может быть Проблемой Сейчас Давайте проверим Давайте я проверю Есть вы там Или нет Нет Тогда я думаю Сегодня Лучше не надо Давайте так Вы напишите А, нет Хотя Есть Есть Более простой Вариант Сейчас Один момент Сейчас Сейчас Найдем Сейчас Где-то Где-то Вот здесь В Microsoft Teams Я присылал Код Который Вам Будет Нужен Вы В какой Группе Сейчас Числитесь Исид Ага Так Сейчас Угу Угу Так Вот оно Значит Вам Нужно Сейчас Я Пришлю Вам Еще Раз Вот Прямо Сюда В Microsoft Teams Так Наш Курс Вот Получай Получили Так В личных сообщениях Нет Я в общие сообщениях Если хотите Могу И в личные Прислать В общих У меня ничего Нет Нет Хорошо 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 Давайте Тогда Здесь Сейчас Вот Теперь Получили Нет Вы же В LMS Пока Еще Не Зарегистрированы Пока Что В LMS Давайте А Нет Я как раз Про курсы Говорю Да А что В LMS Можно Написать Человеку Если Он Не Находится В вашем Курсе Там Вроде Бы Какие-то Проблемы Обычно С этим Во всяком Случа Раньше Были Вот Мне тоже Кажется Там С этим Какие-то Заморочки То есть Я могу Конечно Попробовать Вас Найти Но Будет Лучше Если Вы Просто Сами Автоматически Запишетесь Да Значит Зайдете Вот По Ссылке Так Как У вас Исид Заканчивающаяся Диезом Или Решеткой Если угодно Иси 20-20 Решетка Все Я Ага Все Вы Зарегистрируйтесь Сейчас Давайте Проверим Так Так Все Да Я вас Вижу Прекрасно Ну Давайте Тогда Я вам Открою Сегодня Курс Как Обещалось Шести Часов Ну И Соответственно Удачи А Вот Смотрите В Курсе Я Специально Выделил Отдельная Тема Тест Номер Один Обыкновенное Дифференциальное Уравнение Первого Порядка Если Вы В него Зайдете То В нее Соответственно Будет Сам Сам Тест Он Также Называется Тест Номер Один Соответственно Когда Вы По нему Четите Когда Я вам Сейчас Доступ Дам И Начнется Собственно Автоматически Все Отлично Отлично А еще У вас Какие Михаил Вопросы Есть Чудесно Ну Давайте Тогда Значит Я Пора Уже Отключать У вас Сейчас Курс Какой-то Тоже Должен быть Какие-то Занятия Так Все Тогда Я вас Освобождаю И Да И в 6 часов Можете Подключаться Или с 6 часов Когда вам Будет Удобно До Скольки Вам Поставить Тест До 23 Или Окей Значит А с 6 До 23 90 минут Все Друзья Давайте Михаил Удачи Вам До 2 2 5 6 6 6 7 8 8 7 9 9 10 10 10 11 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...